Здравствуйте, с вами Влад и новая авторская история моего канала удивительных рассказов из жизни. Альберт выглянул за дверь. Что-то подсказывало ему, что маленькая девочка снова тут. Так и оказалось. Она сидела в уголке внутреннего дворика, сжавшись в комочек. «Эй, не бойся, иди сюда!» Девочка встала, нерешительно подошла к нему. «Кушать хочешь?» Она кивнула головой. «Стой здесь и никуда не уходи. Я сейчас». Альберт прикрыл дверь и отправился на кухню. Он быстро собрал покушать и вышел на улицу. Девочка ждала. «Спасибо большое». Она стала с жадностью есть, а Альберт курил и смотрел на нее. Лет восемь ей от силы. Совершенно непонятно, что она на улице делает. Сейчас вроде очень строго с этим и детей без призорников практически нет. «Ты откуда?» Девочка перестала жевать, повернулась к нему. «А вам зачем?» «Да ты не бойся, просто интересуюсь». Она немного подумала. «Я из другого города. Приехала маму искать». «А твоя мама что, здесь?» Девочка вздохнула. «Да, она приезжает. Приезжала к нам, но редко. А у нас даже номера не было ее. А бабушка умерла. Меня хотели забрать в детский дом, но я сбежала. Вы не подумайте, мама у меня хорошая. Просто так нужно было. Так мама и бабушка говорили. Мама просто не знает, что бабушки больше нет». «Как же ты сюда добралась?» «Я спряталась. В вагоне, где почту возят. Я обязательно ее найду». «В таком городе?» Альберт замолчал. Не хотелось расстраивать девочку, но она уверенно кивнула. «Да, я знаю. Я обязательно ее найду». Он вздохнул. «Я теперь работаю через два дня. Приходи в такое же время. Накормлю тебя». «Спасибо вам большое. Если не найду еще маму, то приду». Честно говоря, ему очень хотелось, чтобы девочка не пришла. Чтобы она нашла свою маму. Но Альберт был взрослым человеком и прекрасно понимал, что это невозможно. Маленький ребенок не сможет найти в таком огромном городе одного человека. Вечером девочка уже сидела в своем уголке. В ресторане был банкет и у Альберта практически не было времени. Заболел один из официантов и оставшимся приходилось крутиться намного быстрее. Хозяин коршуном над ними стоял. Выскочить на улицу удалось только раз. Он быстро сунул девочке пакет с едой. «Прости, сегодня поболтать не получится, очень много работы». Девочка улыбнулась. «Я видела в окошко, какой у вас там праздник». «Ну, молодец, раз все понимаешь. Все, я побежал». «Спасибо». Она приходила почти месяц. Альберт уговаривал ее пойти в полицию. «Ну, поживешь немного в детском доме. Но потом маму найдут, и она заберет тебя». Но Соня упрямо качала головой. «Я сама ее найду. Я знаю». Он с грустью смотрел на ребенка. «Надо же, такая малышка, а такой характер». Как-то с утра хозяин собрал всех у себя. «В эти выходные в нашем ресторане отмечает свою свадьбу Козловский. Надеюсь, не нужно говорить, кто он такой. Думаю, его банк знают все здесь. Я хочу, чтобы вы выложились по полной. И это касается всех, не только поваров. В первую очередь, провести полную ревизию всей мебели, стоек, музыки. То есть, все должно быть идеально. Настолько идеально, чтобы никто не смог найти ни пылинку, ни царапинку». Неделя получилась напряженной. Альберт накануне свадьбы снова увидел Соню. «Завтра не смогу к тебе выйти. Или очень поздно. У нас свадьба очень уважаемого человека, так что сама понимаешь». Соня кивнула. «Конечно. А я можно подожду? Все равно пойти некуда. Там, где я ночевала, повесили замок. Нужно что-то другое искать». «Соня». «Нет, я найду маму. Я знаю, что вы хотите сказать». «Ну, смотри сама». Козловский Андрей Андреевич и правда был очень знаменитой фигурой в городе, да и за пределами. Его банк цвел и расширялся. Конечно, были те, кто говорил, что заработано состояние не на очень честных делах. Но говорили это шепотом, чтобы, не дай бог, никто лишний не узнал. Человеком Андрей Андреевич слыл хоть и справедливым, но жестоким. А кому хочется неприятностей на свою голову наживать? Когда стало известно о свадьбе, город был в шоке. Во-первых, банкир никогда не был женат, что для его 43 лет было немного странным. Все уже давно были уверены, что он и не женится никогда. Во-вторых, логично было бы предположить, что женится банкир на какой-нибудь молоденькой мисс, тем более, что вокруг него постоянно крутились представительницы прекрасного пола с накачанными губами и с ног сшибательной фигурой. Некоторым едва исполнилось 18. Но банкир выбрал никому неизвестную женщину, которой, как выяснили потенциальные невесты, уже перевалило за 30. Это было для всех шоком. Да, она красивая, но на этом все. Ни пышных модных форм, ни подходящего возраста, ни модного макияжа. Вообще, какая-то простушка. Когда обиженные девушки попытались хоть что-то узнать про нее, то столкнулись со странным. Женщину раньше никто не знал. Никто не мог сказать, кто она и откуда. Это наводило на всякие размышления. И Андрею Андреевичу попытались даже наговорить гадостей про его невесту. Правда, тех людей больше никто не видел в окружении банкира. Хозяин нервничал. Вроде бы все готово, все хорошо, но как-то беспокойно. А вдруг упустили какую-нибудь мелочь. Козловский не из тех людей, которые прощают косяки. — Альберт. — Да, Михаил Юрьевич. Ты посуду, бокалы на запас проверил? — Да, все проверил, не переживайте. Смотри у меня. Хозяин погрозил ему пальцем и уже пристал к кому-то другому из персонала, выспрашивая про напитки. Альберт вздохнул. Шефа можно понять, да и они нервничали. Сегодня у них зарплата в тройном размере. Хочешь, не хочешь, а занервничаешь. Свадьба началась гладко. Тамада сыпал шутками, прибаутками, а официанты сновали туда-сюда. Михаил Юрьевич немного расслабился. Вроде бы все гладко. Гости с удовольствием пьют и закусывают. Как ни странно, но приглашено было всего человек пятьдесят. Кажется, такой богатый человек. Должна быть свадьба персон на триста. Но нет. Видимо, только самые приближенные. Михаилу Юрьевичу это было на руку, потому что его ресторан вмещал только до ста человек. Он вздохнул, еще раз окинул зал. Все сверкает, все красиво. Молодожены вышли на медленный танец. А ведь и правда, невеста очень хороша. Сразу вроде и обычной кажется, а вот сейчас он присмотрелся. Нежная, красивая, взгляд робкий. О таких только мечтают, но, как правило, не встречают. Зазвучала музыка, и Михаил Юрьевич повернулся, чтобы пойти в свой кабинет, и тут же волосы у него встали дыбом. Между гостями он заметил девочку. Эта маленькая бродяжка частенько сидела у них во внутреннем дворике. Похоже, кто-то из официантов подкармливал ее. Но что она делает в зале? Ее внешний вид категорически не позволяет ей находиться в таком помещении. Он бросился к ней. Девочка увидела его и тут же скрылась. Все. Это крах. Нужно быстро ее поймать и выбросить на улицу. Михаил Юрьевич озирался, никак не понимая, куда эта девчонка могла деться. Может быть, сама на улицу выскочила? Ну, знает он, кто ее сюда ходить приучил. Обязательно уволят. Хозяин бросил взгляд на танцующих молодоженов. – Нет, стой! – девочка бежала через весь зал к ним. Гости замерли и с недоумением следили за ней. Бродяжка подбежала, дернула фату невесты. Та упала и женщина недоуменно обернулась. – Мама! Мамочка! – Соня! Соня, ты что тут делаешь? – женщина подхватила грязного ребенка. Банкир смотрел на нее в каком-то ужасе. – Это что? Это что, я спрашиваю? – невеста повернулась к нему. – Прости, Андрей, это моя дочь. Я не говорила тебе про нее, потому что думала, что не нужна тебе буду. Прости. Ты расторгни брак, я все подпишу. Вокруг стояла гробовая тишина. В этой тишине звонко прозвучал голос девочки. – Мама, бабушка умерла. Я не знала, когда ты приедешь и поехала тебя искать. Я точно знала, что найду тебя. – Как умерла? – по щекам женщины побежали слезы. А она прижала девочку к себе. – Прости меня, прости. Она пошла к выходу, держа на руках ребенка. Гости молча расступались. – Рита. – Рык Козловского заставил всех вздрогнуть. Она остановилась, не поворачиваясь. Андрей Андреевич подошел к ней. Люди в страхе замерли. – Тебе не кажется, что вот так просто уйти неправильно? – женщина повернулась к нему. Глаза полны слез. Нижняя губа закусана. Наконец она сказала. – Андрей, прости меня, пожалуйста. Ты знаешь, как сильно я тебя люблю. При знакомстве я не сказала про дочь. Не думала, что у нас все так далеко зайдет. А потом… Было как-то поздно уже. Ты бы подумал, что я специально все скрывала. Ты не подумай, я ездила к ним. Как только получалось, всегда ездила. – И когда ты собиралась сказать? – Рита пожала плечами. – Я не знаю. Прости. Она снова хотела уйти. Но Андрей взял ее под руку и повел к кабинету хозяина. Тот, ошарашенный всем происходящим, открыл им дверь. Козловский посмотрел на него. – Гости не должны скучать. – Да, сейчас все сделаю. – Соня смотрела на хмурого мужчину. – Вы не ругайтесь на мою маму. Она хорошая, правда? – он слегка ухмыльнулся и посмотрел на Риту. – Что же мне с тобой делать? – Рита тихо плакала. – Андрей, я прекрасно понимаю, как поступила. Я страшно подвела тебя. Я вообще… Зря все это затеяла. Господи, еще и бабушка. Это я во всем виновата. Он молча присел на край стола. А Рита посмотрела. – Хочешь, я пойду к гостям. Объясню, что это я, гадина. Что… – Зачем? – Ну, они же будут теперь о тебе говорить. – Андрей хмыкнул. – Когда это меня интересовало мнение других? Он задумчиво посмотрел на Соню, на свою невесту. Потом присел перед девочкой на корточке. – Ну, смелая путешественница, давай знакомиться. Меня зовут Андрей. – Соня. – А скажи-ка мне, Соня, как давно ты здесь? – Месяцы и одиннадцать дней. – Андрей поднял бровь. – А что же ты ела, Соня? Где спала? – Спала в подвалах. А Альберт меня подкармливал. Он официант здесь. Рита всхлипнула. Прижала дочь еще крепче. – Ну, мам, ты меня раздавишь. – Андрей встал. – Рита, по правилам жанра я должен тебя сейчас прагнать или убить. Но я не могу. Впервые в жизни я влюбился. – Я не говорил тебе, чтобы не напугать, и чтобы ты не передумал выходить за меня замуж, что у меня не может быть детей. Ты, конечно, поступила не по-человечески. Но если ты не против, я бы примерил на себя роль отца. Вдруг у меня неплохо получится. Рита подняла на него глаза. Какое-то время молчала. – Андрей, ты прощаешь меня? – Ну, ты же не бросила дочь совсем. Значит, не все потеряно. Она зарыдала. А Андрей Андреевич обнял их двоих. – Хватит рыдать. Невеста с красным носом – это не очень эстетично. Потом открыл дверь. – Хозяина мне позовите. Через минуту порядком испуганный Михаил Юрьевич стоял перед Козловским. – Нужна девушка в помощь. Вот это милое создание нужно очень быстро отмыть, нарядить и привезти к нам. – Да, я сейчас позову. Михаил Юрьевич хотел кинуться за кем-нибудь, быстро перебирая в голове, кому можно дать такое поручение. Но Козловский остановил его. – И еще. Официанта Альберта мне позовите. Альберт все видел и понимал, что больше ему тут не работать. Поэтому, когда его позвали в кабинет босса, даже не удивился. Но ждал его не хозяин. – Спасибо тебе, парень. Таких, как ты, сейчас почти не осталось. Скажи, почему ты работаешь официантом, а не учишься? – Альберт пожал плечами. – Пока не могу. Мама болеет, и отцу одному тяжело. – Понятно. Иди, мы еще увидимся. Через час, через весь зал, одна из официанток вела Соню. Она была чисто намыта, волосы красиво заплетены. На ней было розовое пышное платье и такие же розовые туфельки. Андрей улыбнулся. – Ничего себе преображение. Ну, присаживайся, Соня. Теперь твое место рядом с нами. Рита снова хотела заплакать. Но Андрей выразительно показал на нос. Она невольно улыбнулась. Да уж, нос и так красный. А через неделю, когда Альберт был выходной, в дверь позвонили. Он открыл, и с удивлением увидел Соню, Козловского и еще каких-то людей. Его маму осмотрели и забрали в частную больницу. Андрей Андреевич сказал. – Ты должен уволиться и идти учиться. Я полностью поддержу твою семью, чтобы ты не беспокоился. А еще возьми это. Это ключи от загородного дома. Я им не пользуюсь, так что это мой тебе подарок. Маме после лечения нужен свежий воздух, так что вам там будет удобно. Козловский встал, собираясь уйти. – Парень, ты только не меняйся. Этому миру очень не хватает хороших людей. А научиться такому невозможно. Он взял Соню за руку. Девочка улыбнулась ему. И они вместе покинули квартиру. А Альберт ошарашенно опустился на стол. – Вот тебе и жестокий Козловский. Если вам понравился рассказ, просьба поддержать меня кнопкой палец вверх. Для вас всего одно действие, но для меня это очень важно. Спасибо!